Президентская форма правления в Казахстане должна пропасть и исчезнуть в историю, бесследно, как негативный пример, чего нельзя делать. Потому что в тех условиях, которые сейчас развивается Казахстан, и я бы даже сказал, так многие страны СНГ, президентская форма правления не работает и не будет работать. Она приводит к конфликтам. Даже если будет сильный лидер, даже если он будет честный, то через какое-то время сама система власти, она трансформирует человека, и режим становится несправедливым. Поэтому я считаю, что форма управления у нас должна быть парламентская. И примеров тому в мире много. Взять пример в Англии. Это парламентская форма управления, когда тельные партии со своими программами выходят к населению и побеждает именно тайная программа, тогда это правительство приходит к власти. И они назначают премьер-министра, и на определенный промежуток времени, 4 года, народ следит с этим правительством, как они выполняют свои обещания, и насколько они были эффективны. Более того, если это количество партий становится таким значимым, и голоса дробятся, и даже если кто-то побеждает, набирает большинство, или там 30-40%, например, в парламенте, для того, чтобы получить большее количество голосов, этим партиям приходится делать альянсы, и вступать в какие-то блоки. Вот пример Киргизии, когда партии набрали 20-30% голосов, и никто не мог выбрать единоличного премьера. И тут пришлось партиям между собой договариваться, это, наверное, сложно было. И в итоге премьер был выбором. Это такая серьезная борьба. Она к чему приводит? Что когда правительство начинает работать, оно представляет интересы разных групп населения, разных регионов, и все время, если эти балансы будут разрушены, договоренности не соблюдаться, фракция распадается, и правительство уходит в отставку, и заново ищется компромисс. Поэтому в Казахстане так и должно быть. На самом деле страна по размерам большая, население всего 16 миллионов, все разбросано, и получается президент страны за всех все решает. Это неправильно. Редактор субтитров А.Семкин